Приветствую, братья и сёстры. Мы будем ещё читать и Слово Божьего. Я уже неоднократно читал это место. Я сегодня хотел просто посмотреть немножко, продолжу эту мысль, которую уже говорил. Ну, это одна из молитв, последних молитв Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы читаем 17 главу, это очень такая трогательная глава, когда Христос прощается с учениками, Он даёт им последнее наставление. И столько, действительно, когда читаешь, столько мыслей приходит на память тебе, в твои мысли, только рождается, что Иисус чувствовал в эти последние дни Его перед страданиями. И Его молитва была, когда мы читаем вот в 17 главе, один стих, 15 стих. «Их не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Это, говорю, одна из последних молитв. Последняя молитва была Господа на кресте, Голговском, когда Он молился о всех грешных людях, которые распинали Его. А здесь это первосвященническая молитва, как её называют, потому что Иисус, как первосвященник, как заступник за наш. И Он уходил, уходил с этой земли, и Он повторял такие слова. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И Его молитва была о мне и о Тебе. И Его молитва была о тех, которые уверуют по слову учеников, потому что Христос знал, что жизнь в этом мире, она очень опасна. Христа жизнь, она очень удивительная. Его молитвы, которые, когда мы читаем в Слове Божьем, из этой же книги Евангелия Теана, 11 главе, 41 стихом, 2-й просто стихе и 42-й стих, говорит такие слова. Его молитва тоже, Господа. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». 42-й стих. «И я знал, что Ты всегда услышишь меня». Смотрите, какие удивительные слова в этой молитве. Знаете, это для человека непонятно. Человек не может так сказать. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И я знал, что Ты всегда услышишь меня». Интересные слова, правда, братья и сестры? Человек не может так сказать. А Иисус, Он говорит, знал. «Я знаю, что Ты всегда слышишь». Бог всегда отвечал на Его молитвы. Вот эта причина. Почему Он говорил так, Иисус? И Евангелие от Иоанна, 8 глава, 29 стихом. Смотрите, как там написано. «Ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Интересные слова, да? Христос говорит, «Ибо Я всегда делаю то, что угодно Ему». Ага, вот в чем ответ. Вот в чем причина, когда человек делает то, что угодно Богу. И Христос подтверждает, «Я делаю что угодно Ему». И Он действительно делал что угодно Отцу. Знать, что нравится Богу, что по Его воле, это очень важно. Помните того слепого? Опять же, и в этой книге, в 9 главе, 31 стихом, написаны слова этого слепого человека, которого в книжнике фарисеи пренебрегали. И такими словами его огорчали. «Да ты, слепец, во грехах-то весь родился». А этот человек, хотя он был слепым, пренебрегаемым всеми, он сказал такие слова. «И мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает». Смотрите, как Он метко подметил этот человек, которым всем, которые все пренебрегали Его. Кто чтит Бога и творит волю, того слушает Бог. Смотрите, и поэтому Господь, Он творил волю, Он исполнял волю Своего Отца Небесного. Поэтому, кто имеет дерзновение молиться перед Богом, предстоять пред Богом, кто чтит Бога, кто творит волю Его. «Благодарю Тебя, Отче, что Ты услышал Меня, и Я знал, что Ты всегда услышишь Меня». Почему? Потому что Я люблю, потому что Ты Отец Мой, Я люблю Тебя, Я исполняю волю Твою, Я почитаю Тебя, Я послушен Тебе. Это залог, чтобы быть услышанным. И Он поэтому твердо знал, что Отец слышит Его. И наш текст говорит, чтобы Господь Отец Небесный сохранил нас от зла. Это такая маленькая часть. Сохранил их от зла. Он говорит, Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе ухожу. Я становлюсь жертвою, но они остаются. Им нужна вот эта охрана от зла и от греха. Сохрани их от зла. Знаете, сегодня мы не видим вместе с нами брата Вениамина, Стефановича, Виталия Ивановича. Знаете, он находится в болезни. Я смотрю, детей его нет. эти последние, может быть, дни, последние часы, когда, возможно, они сейчас находятся вместе с ними. Слушает, может быть, последние слова своего отца и нашего старшего брата, как служителя, которого мы очень уважаем. Но дни его сочтены. Знаете, что человек говорит вот такие часы, когда его жизнь уже сочтена? Мы сегодня слышали, что он желает, чтобы Господь скорее взял его. И вот сейчас дети там находятся вокруг него. Что он будет говорить им? Чтобы они имели успешную жизнь, как продвигаться, чтобы быть богатыми или чем-то великими в этом мире. Я думаю, что он будет говорить им одно, чтобы они любили Господа, чтобы они исполняли его волю. И, может быть, молитвы его тоже будут, как молитва нашего Господа Иисуса о своих учениках, чтобы сохранил детей своих от зла. Как это важно, как это необходимо, и как мы счастливы, что мы имеем верующих родителей, которые тоже о нас молились, чтобы Бог уберег нас от этого зла в этом мире. И мы теперь сами, родители, молимся об этом, чтобы Господь уберег нас от этого зла. Сатана – это источник зла. Откуда пришло все это зло? От гордости. Он захотел подобным быть Богу. И сегодня этот мир лежит во зле. Он – источник. Он все делает, чтобы это зло процветало. И знаете, когда мы читаем первую книгу «Бытие», в третьей главе, когда Бог совратил первого человека, он впал в грехопадение, третья глава двадцатым стихом сказано, «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Им захотелось знать добро и зло. Им захотелось, чтобы быть как Боги. Человек стал дорожен грехом. чистое. Никогда не родиться от нечистого. И результат пришел. Закон греха и смерти. Пришла эта греховная наклонность, которая присутствует от его рождения. Как вот понять, что это такое зло? Зло – когда мы что-то делаем против нашего ближнего, все то, что противно Божьей святости, все, что не соответствует Божьим стандартам, это грех, это беззаконие, это состояние этого мира, потому что весь мир развращен и лежит во зле. И просьба Иисуса о нас, чтобы Он сохранил нас от зла. Братья и сестры, все ли должен сделать Бог? Все ли должен сделать Бог? Или что-то от нас еще требуется, чтобы мы получали вот эти благословения? Я сохраню тебя, я держу, я избавлю, я защищу вот эти прекрасные обетования. Всегда ли они работают? Все ли сделал Бог? Что же нужно нам сделать? Может быть, они вот эти обетования приходят автоматически? Ну, это еще что-то зависит и от человека. Что-то и он должен. Есть такое защитное средство. Знаете, когда вот читаешь, даже вот такая прословица есть в мире, береженного Бог бережет. Это родилась в жизни пословица, когда человек как-то хранит себя. Знаете, береженного Бог бережет. Я был непорочен и чист, и остерегался, чтобы мне не согрешить, так Слово Божие говорить, остерегаться. Знаете, я как-то вспоминаю, когда первый раз, когда я жил на Дальнем Востоке, мы три месяца готовились, чтобы работать под землей в шахте. и настал этот момент. Думаю, интересно, там все как-то необычно, правда, все темно, нам дали сапоги, нам дали хорошую юниформу, то есть одежду, нам дали каску, нам дали этот фонарик совсем новый, мы такие все новенькие, мы от всех отличались, от тех, которые возвращались наверх, шахтеры эти. и знаете, они показывали, нам учили, что это такое, вот мы шли по этой шахте, все так было как-то необычно, все так было темно, и наши фонари горели среди этой темноты, и знаете, проходишь, то ты прикоснулся к столбу, то на тебя капнуло сверху что-то, проходя, то ты себе нос вытер, потому что там очень сыро, то прикоснулся, то ты подскользнулся, и знаете, потом, когда мы вышли из этой шахты и посмотрели на себя в зеркало, лицо было грязное, твоя новая вот форма, она была совсем грязная, потому что мы вращались в такой среде, где вот эта грязь, слякоть, вода, нечистота, и если работают вот эти вот комбайны, то такая пыль стоит, что фонарь пробивает, вот видно, как это пыль летит, и поэтому, когда шахтеры выходят оттуда, у них единственное, что белое, это глазки, вот белые, остальное, все грязное, все лицо черное, вот так вот в этой жизни мы оберегаемся, храним себя, и как бы мы не хотели себя уберечь, мы были такие грязные и смешные, когда мы посмотрели на себя в зеркало, так вот наша жизнь среди этого мира, среди этого грешного зла, вращаясь ли, когда люди говорят, знаете, и может быть даже ничего ты не говоришь, но иногда то, что слышишь, оно уже тебя скверняет, оно наполняет твое сердце, вот эта грязная речь, знаете, злые слова и прочее, то, что мы видим, оно впитывается в наше сердце, и это так трудно противостоять, оно осаждается в наше сердце, из сердца входит в наш разум, и из разума оно превращается в действие, это так тяжело вращаться среди этого мира, и Иисус говорил, сохрани их от зла, знаете, вот это есть одно условие защиты от этого зла, я хотел бы вместе с вами просто вспомнить об одном человеке, которым Слово Божие говорит в книге в этой святой, это сказано про человека Иова, написано «Был человек в земле Уц, имя ему Иов, он был непорочен, справедлив, богобоязнен, и четвертое средство удалялся от зла». Братья и сестры, возможно ли это удаляться от зла? Когда Иов жил, не было закона, не было Евангелия, не было Иисуса Христа, но его характеристика такая прекрасная, удалялся от зла, убегал, удаляться, когда он видел зло, он уходил. Ну, конечно, когда мы читаем о его жизни, он никогда не молчал, когда видел вот эту несправедливость, он всегда старался остановить это зло, но чтобы самому, самого себя уберечь от зла, он никогда не спешил ко злу, он уходил от этого зла. Какой этот важный урок, первая защита от этого зла, мы прочитали, он удалялся. В нашей жизни необходимо удаляться там, где это присутствует зло. Удаляться, братья и сестры, не сидеть, не спешить к этому обществу удаляться. Первая Петра, вторая глава, одиннадцатым стихом там такие слова написаны, это Петр пишет своим братьям по вере. Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Окажется, в нашей жизни восстают похоти на нашу душу. И знаете, этим похотям нужно противостоять, нужно удаляться от этих похотей. И если мы согласимся, они завладеют нами. Эти вещи которые могут погубить нас, а хану ему полюбилось, помните, вот это золото, серебро, ему очень полюбилось, он захотел, вот эта похоть пришла, и он не смог противостоять, и пришла погибель его жизни. И поэтому он просит, умоляет удаляться братьев своих по вере от этих похотей, которые ведут к погибели. И апостол Павел говорит, умоляю вас милосердием Божьим, чтобы вы приставили свои тела в жертву живую. Умоляет, чтобы мы удалялись. Смотрите, опять же, вот это средство удаляться от этого зла, поступать по духу, и не будете исполнять вожделение плоти, бегите от ее желаний, бегите, и будет в вашей жизни победа. Или другое место, 1 Тимофея 5 глава 22 стихом написано вот такие короткие слова «Храни себя чистым». Храни себя чистым. Как это важно? Хранить мне себя чистым. Возможно ли это? Сохранить себя чистым, чтобы удалиться от этой походи? Сохранить себя чистым. Возможно ли это, братья и сестры? А вот еще одно место, Ферсалоникийцам 5 глава 22 стихом «Удерживайтесь от всякого рода зла». Возможно ли удержаться от этого зла? Или дети, храните себя от идолов? Возможно ли это, братья и сестры? Возможно только при одном условии, при правильном понимании нашего Бога и Его воли, когда мы знаем эту волю Бога, волю то, что это Бог наш, что мы любим Его, мы стараемся не огорчить Его, это поможет. Оно дает нам Божьего страха в нашей жизни, чтобы исполнить Божию волю. Человек, который неправильно понимает Бога, он не имеет страха и спешит к этому страху. когда мы читаем притчу 16 глава 6 стихом, страх Господен отводит от зла. Когда человек имеет страх, он любит Бога, он желает исполнять его волю, он дает страх правильное зрение, видеть, что есть зло. Страх он удаляет от зла. Как важно иметь, иметь страх в своей жизни, тогда и возможно хранить себя чистым, тогда возможно удаляться от плотских пахачей, тогда возможно хранить себя от удозаслужения, когда мы имеем этот страх и правильное понимание нашего Господа. Знаете, в Псалом 90-е, там много написано таких обетований, которые вы и так хорошо знаете, и наш хор поет этот Псалом, и там такие слова, вообще мне этот Псалом очень нравится петь, само произведение такое сильное, которое вдохновляет тебя, не приключится тебе зло, и ядва не приблизится к жилищу твою, ибо ангелам заповедуют о тебе, это с 10 по 13 стихи, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твою, на аспи да и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, и потом вот это особое место 14 стих за то, что ты возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, знаете, многие неверующие люди, когда шли на войну, матери писали им, может быть, они сами переписывали все псалмы, не приключится тебе зла, ангелам заповедуют охранять тебя, на руках понесут и прочее, они знали, но в своей жизни они вели борьбу против Бога, и когда наступил вот этот трудный момент, они думали, что вот эти вот стихи, вот эти обетования сохранят их в жизни, но здесь написано, того только сохранит, кто возлюбил меня, избавлю его и защищу его, потому что он познал имя мое, вот на кого действуют эти обетования, а не на того, кто никогда не любил, не исполнял его волю и думает, что раз они положили этот псалом в карман, Бог будет хранить и заботиться о них. Смотрите, вот еще одно место интересное, которое записано в книге пророка Исаия 56, глава 1-2 стихом, написано так, «Так говорит Господь, сохраняйте суд, делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это». Смотрите, делает это. И сын человеческий, который крепко держится этого, держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла. Блажен этот человек, кто это все делает, кто держится, оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла. Как часто руки наши делают зло? Я думаю, наверное, каждый в жизни испытал, как наши руки пред Богом делали зло. Сперва мысль приходит в разум, потом мы ее обсуждаем, оно заходит в сердце, и из сердца потом злые помыслы, и наши руки тогда делают зло. Да сохранит нас Господь, чтобы наши руки никогда не делали зла, оберегал руку свою. Пусть Господь поможет нам оберегать наши руки, чтобы наши руки не принесли кому-то зло. А вот еще, смотрите, что еще может принести зло? Псалом 33, 12 стих, написаны такие слова и ниже. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господнему намочу вас. Хоть ли человек жить и любить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним». Какие хорошие слова. Вот так они важны в нашей жизни. «Иногда наш язык так столько делает много зла». Это неудержимое зло, пишет Иаков. От языка больше погибло людей, чем от всех, наверное, воин, потому что столько повержены мертвыми и столько принес язык ран людям, и поэтому он делает очень много зла. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных речей. «Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, следуй за ним». Братья и сестры, пусть Господь поможет следовать за Господом и делать, конечно же, добро. И дальше в притче 4 глава 26-27 стихи написано «Овдумуй стезю для ноги твоей, и все пути твои добегут, да будут твердые, не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Не только руки нужно уберегать, но нужно уберегать и наши ноги, чтобы они не спешили ко злу. Братья и сестры, как часто наши ноги тянут туда, где не должны находиться, особенно молодых людей. Иногда говоришь своим сыновьям, не нужно общаться. Молодым людям не ходите туда, не общайтесь с теми людьми, а их ноги все равно ведут туда, туда, где совершается вот это зло. Удали ногу твою от зла, и да поможет нам Господь. Еще одно такое место есть, помните, в Ветхом Завете, где сказано, когда восстали нечестивые люди против Моисея, злые люди, это Корей, Дофан и Аверон, они восстали против Моисея, и когда Моисей сказал, отойдите, отделитесь от нечестивых людей, не прикасайтесь ко всему, что принадлежит им, эти люди приносили скверну, от них заражались люди, от них произошло возмущение, это началось только через одного, а потом вот к троим этим, а потом передорвалось начальником общества 250 человек, которые встали на их сторону, а потом тысячи восстали, и все от одного, и знаете, когда люди соприкасаются с теми, которые несут зло, и смотрите, чтобы остановить это зло, Бог остановил его, и эти люди погибли в одно мгновение, когда разверзлась земля, отойдите, отделитесь, когда эти люди не несут благословения, знаете, нужно подумать, что они несут, от кого они, братья и сестры, надо искать тому, кто служит к миру, взаимному назиданию, а не тому, что несет разделение, недовольство против служителей, или как здесь против Моисея, уходить, удалять свою ногу от этого, не прикасаться, не общаться, не слушать их, Бог будет хранить нас, когда мы будем удаляться от этого зла, остерегаться, удержаться, все это будет делать страх Божий в нашей жизни, как хорошо, что мы имеем страх в нашем сердце, когда соприкасается с грехом, человек становится нечистым, агнец, которого приносили в жертву, должен быть чистым и непорочным, о Христе сказано, должен быть непричастным ко злу, к этому злу, он не был причастен, но он взял наше зло, наши грехи, и он был пригвожден ко Христу, так хочется хранить себя чистым, мы живем среди греховного мира, и Иисус молился, сохрани их от зла, и пусть сегодня наша молитва, она тоже будет, чтобы он сохранил нас и сохранил наших детей от зла, знаете, Бог хранит нас, когда мы исполняем его заповеди, будет ли Бог хранить тех, кто не исполняет его заповеди, кто не следует этим заповедям, нет, братья и сестры, он не будет, приходит вот это вот время, вот этот короткий остаток времени, который Бог дал человеку, чтобы покаяться, и если он не покается, Бог говорит, он забирает вот эту милость, я устал миловать, я устал миловать, поэтому поможет нам Господь в нашей жизни следовать за Господом, делать добро в этой жизни, иди, написано и впредь не греши, я думаю, вот это приятное чувство, которое испытала эта женщина, когда Господь не осудил ее, Он сказал, иди и впредь не греши, мы в мире будем иметь скорбь, но Иисус сказал, мужайтесь, я победил мир, и поэтому Господь, мы находимся среди этого мира, Он дает нам силы побеждать этот грех, когда мы исполняем его заповеди, когда мы имеем мир и страх Божий в нашем сердце, и поэтому Слово Божие говорит, любящие Господа, ненавидьте, что? Зло, ненавидьте зло, убегайте от этого зла, и поэтому проходит время, те, кто любил Господа, кто исполнял его волю, может быть, прозвучит вот такое слово, как Исайя, 57 глава, первым стихом, праведник восхищается от зла, я прочитаю весь этот стих, праведник умирает, и никто не принимает к сердцу, и мужи благочестивы восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Придет это время, когда Господь заберет своих, тех, кто любил добро, кто сеял вот эти семена добра, стремился, был этим светом среди мира, и придет этот момент, когда Господь не только их сохранит от зла, но и восхитит, Он заберет, чтобы они были там, где никогда не будет этого зла, где будет радость, и поэтому настанет время и для нашего брата, когда он будет восхищен в ту прекрасную обитель, где никогда не будет этого зла, да поможет нам Господь любить Господа, ненавидеть зло, и хранить себя от зла. Пусть имя Господа будет возвеличено и прославлено, аминь. Помолимся. Спасибо.